Суровое детство на фоне большой стройки. Вместо игровой площадки строительный мусор и тяжелая техника. И песочница не для детей, а как стройматериал. Таким свой первый двор запомнили дети, живущие по адресу Билибина, 4. Вот посмотрите, где гуляют. Вот дети гуляют на стройке. Где им гуляют? Сейчас собака убежит, не дай бог, чем с детьми случиться. Новый жилой дом из восьми корпусов на месте старого одноэтажного здесь строят уже 10 лет. И все это время, по словам местных жителей, вокруг носятся грузовики, а стройплощадка недостаточно огорожена забором. Двора вообще у нас нет. Мы здесь уже не гуляем. Лето, вот как стройка началась, мы здесь вообще не гуляем. Гуляем в соседнем дворе. Естественно, туда уже не попадем, потому что все будет перерыто. Я не знаю, где гулять детям. На стройке, наверное. Будем гулять, помогать. Анастасия Минакова живет в доме все эти 10 лет, но радость от новоселья оказалась недолгой. В этом году к торцу дома будут пристраивать арку. Это значит, что единственный оставшийся выход из двора, по ее мнению, будет занят строительными работами. Никакой жизни нет. Забиваются сваи, рушатся наши стены. Хотят нам теперь закрыть и эту часть дома, чтобы у нас вообще проезда, получается, не будет здесь. Ни скорая к нам не поедет. Хотят, чтобы мы подходили через стройку. Ответ застройщиков – все законно. Разрешение на строительство подписано, печати стоят на схеме план будущего дома. Высказывания жителей здесь считают просто капризом, да и голоса их заглушает рев строительных машин. Разрешение на строительство. И что это у нас скажет? На земельном участке. На земельном участке. Что? Да, площадью 9 декабря. В управлении строительства земельных отношений объясняют, дом строят на законных основаниях в соответствии с проектом 2004 года. Просто никто не ожидал, что строительство затянется. Долгостроя многоэтажка стала из-за трехлетнего банкротства застройщика. Но теперь работы вышли на финишную прямую и жители не оставят в окружении стройки, а сделают обходные пути. Выдано разрешение на строительство на завершение реализации данного проекта, предусматривающего строительство блок-секции. Одна из которых через арку будет примыкать к торцу, к глухому торцу здания существующих. Семиэтажный дом, который будет через арку примыкать к существующему зданию. Есть проект организации строительства, который предусматривает подход и проезд безопасный абсолютно на время строительства дома в соответствии с проектом, прошедшим государственную экспертизу. Для того, чтобы разъяснить ситуацию, видимо, застройщику не хватило там либо терпения, либо умения. Сейчас эту ситуацию будет городское право решать. А пока жители тревожно смотрят из окон на своих гуляющих детей и верят в завершение строительства. Ждать осталось три года. Такой срок называет застройщик, и все надеются, что на этот раз он окажется точнее. Олеся Утятникова, Андрей Сомов, Никита Богадов, телекомпания НИКО-ТВ.